Так, тут нас всех чеченцев проклинает некий Алексей Петровский. Хорошо, мы тебя услышали, Алексей Петровский, спасибо тебе. Первое сентября, лето закончилось, началась осень. Традиционно в России первого сентября все вспоминают про события в 2004 году в Бесланской школе. Об этом вспоминают все, кроме российской власти. Под всеми я имею ввиду журналистов, независимых каких-то политиков оппозиционных к Кремлю. Всевозможные, даже где-то в мире. В общем, кто угодно об этом вспоминает, кроме Кремля. Для них это очень неудобная такая, знаете, история. Потому что очень много к ним возникает вопросов. Они прекрасно понимают, что они убили тогда детей, чтобы по их приказу начался штурм этой школы, чтобы они наносили удары из крупнокалиберного оружия, там, танков, огнеметов даже. То есть, учитывая все это, они прекрасно понимают, насколько эти материя Беслана ненавидят Путина, ненавидят кремлевскую власть. Как сильно они возлагают ответственность на них. Поэтому тема для них неудобная. И традиционно они ни 1 сентября, ни какого-нибудь 20-го, они никогда об этом не вспоминают. И поэтому даже было странно, когда Путин посетил Беслан, посетил этот мемориал, встретился с тремя матерьми Беслана. Пообщался с ним, и видно было даже по этому общению, что там обстановка такая тяжелая, накаленная. И как вы могли заметить, саму эту встречу, ну, то есть, нам не показали, как она проходила, нам вот только какие-то кадры, где Путин говорит, будет речь там, произносит, вот это нам показали. Но какие вопросы были ему заданы, что он отвечал, то есть, ничего нам, конечно же, не показали. А я думаю, скорее всего, вопросы какие-то наверняка были заданы. В общем, так и прошел этот день. Какие-то фильмы появились, но российская власть ничего по этому поводу официально, конечно же, не сказала. Так, тут нас всех чеченцев проклинает некий Алексей Петровский. Хорошо, мы тебя услышали, Алексей Петровский, спасибо тебе. Было бы неплохо, если бы ты также, конечно, эти проклятия непосредственным убийцам этих детей адресовал. Ведь все-таки детей не чеченцы убили, а конкретный человек за этим всем стоит, Путин, российский спецназ Альфа. Было бы неплохо, конечно, если бы ты в их адрес тоже этот свой гнев направил. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА